МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А сейчас об этих и других событиях подробнее. Сегодня, в День защиты детей, в Десногорске прошла областная акция «Марш за жизнь». Участники мероприятия собрались в 10 часов утра у памятного знака «Ангел-хранитель мира». Цель акции – повышение социальной значимости института семьи, ответственного материнства и отцовства, а также сокращение числа абортов. Колонну возглавили молодые мамы с колясками и представители администрации города. Принять участие в шествии пришли более 50 десногорцев. В основном это студенты, молодежь и, конечно же, воспитанники детских оздоровительных лагерей. Завершилось шествие у памятной композиции «Семья», возле которой состоялся митинг. Перед участниками акции выступили представитель церкви, настоятели Якимского храма «Воздвижение Христа Господня» отец Алексей и начальник отдела социальной защиты населения города Злата Бриллиантова. Очень хочется, чтобы в каждой семье города Десногорска обязательно были дети. И мы всегда радуемся, когда в наших семьях рождаются дети. Это очень замечательно, это очень приятно видеть сейчас на этой площади столько детей. Дорогие родители, берегите своих детей. И очень хочется, чтобы у нас в городе еще было больше многодетных семей. Мы всех рады видеть. Небольшой праздничный концерт, который подготовили творческие коллективы Дома детского творчества, завершил мероприятие и стал большим подарком для всех участников. В региональном управлении МВД сообщили, что в Смоленской области 1400 родителей, не исполняющих свои обязанности в отношении своих детей, находятся на профилактическом учете. У нас в городе таких семей 55. На особым контроле у МВД находится деятельность по выявлению и пресечению преступлений, связанных с жестоким обращением с детьми в семье. Инспекторы ПДН оказывают непосредственную помощь взрослым и помогают разрешить семейные конфликты. 30 мая в администрации прошло плановое оперативное совещание главы с руководителями комитетов и муниципальных предприятий города. Подробности в нашем сюжете. Коммунальные службы работают в штатном режиме. Продолжается ремонт на тепловых сетях города. Комитет по имущественно-земельным отношениям предлагает арендаторам муниципальные помещения для бизнеса. Продолжается конкурс детской фотографии в объятиях природы. Свои работы представили 42 школьника и воспитанника Дома детского творчества. Победители конкурса по охране труда на предприятиях города поедут в областную администрацию на приём к губернатору. Управление ПГО ИЧС сообщает, что с 29 мая по 3 июня ожидается ухудшение погодных условий. 26 мая в Десногорской детской музыкальной школе имени Глинки состоялся традиционный выпускной вечер. В этом году свидетельства об окончании получили более 40 юных музыкантов. Прощание со школой и учителями было, как всегда, трогательным. Много добрых слов сказано было родителями в адрес педагогов. Администрация города Десногорска поздравила выпускников с получением музыкального образования. В единый день открытых дверей профессиональных образовательных организаций Смоленской области, который проходил 20 мая на площади перед кинотеатром «Современник», участие принял и Десногорский энергетический колледж. Представители образовательного учреждения презентовали специальности техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования и технология воды, топлива и смазочных материалов на электрических станциях. Для подготовивших детских садов выпускной утренник – самый главный праздник. К нему долго готовиться, чтобы блеснуть своими талантами перед родителями. Утренники в детском саду – замечательная возможность для родителей увидеть, как растут и развиваются их дети. И вот настал день, когда пришла пора питомцам прощаться с уютом и теплом родных пенатов. Прощальный выпускной бал прошел в группе ребинки детского сада «Ивушка». Как и положено, на балу девочки были настоящими принцессами, а мальчики – истинными джентльменами. Концертная программа была построена таким образом, чтобы выпускники могли продемонстрировать знания и таланты. Номера чередовались, каверзные задания по чтению и математике сменялись хореографическими и вокальными произведениями. Все стихи и песни были посвящены воспитателям, родителям и любимому детскому саду. Ну а мы спешим сюда, Дерзкий садик наш любимый, Самый светлый и всегда, Самый лучший и неповторимый. Самое время помечтать о будущем. Когда ты вырастешь, ты кем будешь? Полицейским. Кем ты будешь? Пожарным. Я хочу стать архитектором. Я хочу стать механиком. Я хочу стать учителем. Я хочу стать воспитателем. Хочу работать в бухгалтерии. Хочу стать полицейским. До свидания, Дерзкий сад! В Смоленской области накрыли крупнейший канал легализации мигрантов. Смоленин и Сафоновец умудрились зарегистрировать 569 иностранцев на территории производственных помещений в Сафоновском районе. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. Одному из них предъявлено обвинение в организации незаконной миграции и избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Второму подозреваемому избрано мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время ведется работа по установлению других эпизодов их противоправной деятельности. Новости спорта. Бывший воспитанник секции гребли на байдарках и канои первичной профсоюзной организации «Смоленская АЭС» Кирилл Бектемиров завоевал чемпионский титул на соревнованиях в Москве. В канои-одиночке на дистанции 10 километров он показал лучший результат среди юниоров. Сейчас Кирилл обучается в школе Олимпийского резерва номер 2 Москвы и успешно выступает на соревнованиях различного уровня. И в завершении выпуска новости Росатома. Изобретение российских атомщиков получило награду высшей пробы от международных экспертов. Новый способ перевозки отработанного ядерного топлива, разработанный инженерами горно-химического комбината, это не только решение задач, стоящих перед атомной отраслью России, но и положительное влияние на экологию всей планеты. Данный способ предполагает размещение ампул с отработанным ядерным топливом на АЭС в съемные решетки пеналов, которые размещаются в гнездах чехла транспортировки и части ампул в ячейках чехла. Используя по привычке технические термины, сотрудник горно-химического комбината Артем Дудинский пытается объяснить съемочной группе новый способ перевозки отработанного ядерного топлива. Но журналисты начинают его понимать только после того, как он подкрепляет свои слова демонстрации на макете. Суть изобретения оказывается настолько простой, что даже не верится. Сибирские атомщики нашли возможность размещать в неизменном по габаритам транспортировочном чехле на 11 ампул больше, чем раньше. Вот когда люди спрашивают, в чем изобретение, это сильно не впечатляет. Но потом, когда мы объясняем, какой экономический эффект мы достигаем, то, конечно, они впечатляются. Экономический эффект от изобретения инженеров ГХК – несколько миллиардов рублей. Это экономия на хранении отработанного ядерного топлива и на времени его перевозки. Это увеличение емкости хранилища, а значит, более долгий срок его эксплуатации. Наконец, на треть сократится количество специальных железнодорожных платформ, требующихся для перевозки радиоактивных материалов. Для их изготовления требуются тысячи тонн стали, а при ее выплавке в атмосферу выделяется много парниковых газов. Таким образом, предложение атомщиков не просто экономит деньги, оно снижает вредное воздействие на окружающую среду. А это трудно переоценить. Конечно, был сделан основной уклон на экономичность, на экологию, большой экономический эффект, что и послужило, в принципе, признанием международными экспертами нашими изобретениями. Новый гибридный способ транспортировки отработанного ядерного топлива, разработанный специалистами горно-химического комбината, получил золотую медаль на международной выставке изобретений в Женеве, а также был отмечен специальными наградами экспертов из Ирана, Румынии, Португалии и Хорватии. Сегодня инженеры ГХК работают над воплощением своего детища в жизнь. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин